Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube в новый шоппинг-влог. Добро пожаловать! Сегодня мы с вами примерим много красивейших, женственных, теплых образов. Будет разное, будет и что-то, что подойдет для выходного дня, и что-то, в чем вы можете отправиться на работу, и что-то для свидания, и что-то даже для Нового года. Примерять мы с вами сегодня будем новую коллекцию одного из моих любимых российских брендов, которые делают потрясающие качественные вневременные вещи. Это 12 Stories. Если вам хочется посмотреть, что я для вас подготовила, то оставайтесь со мной, и давайте начинать! Не так давно у 12 Stories открылся целый огромный магазин, бутик в Столешниковом переулке. Я здесь еще не была, буквально сегодня поступила сюда новогодняя коллекция, и сейчас мы вместе с вами пойдем знакомиться и смотреть это новое пространство. Вот здесь уже висят вещи, первые вещи из новогодней коллекции есть. И бархат. Это платье я видела в Инстаграм еще у Ирины, и, соответственно, в Инстаграм у самого бренда брюки бархатные. Много шелка. Вообще замечательные вечерние фактуры. Это основа основ. Это бархат, шелк и кружево для вечернего гардероба. Платье в стиле «Лучший твой подарочек» это я. Это у нас спереди такой бантик. Замечательное, универсальное вообще, можно носить его долгие годы. Платье комбинация с глубоко открытой спинкой на изящных, тончайших бретельках. Вот такое очень красивое платье. Посмотрите, какой лифт оформлен со сборками. И очень красивая вот эта вот деталь. Это даже не кружево, это как такие маленькие-маленькие фестончики по краю. Также красивая женственная линия плеча. Это прям напоминает старый Голливуд по стилю. В этом платье, я думаю, что можно не только новогод встретить, но и замуж выйти. Очень красиво. Очень приятный, плотный-плотный по ткани. Прям ткань такая, держит форму. Укороченный жакет, мне кажется, что он, наверное, из стопроцентной шерсти. 84% шерсти и 15% шелка. Вообще, мне кажется, вот Will Stories стали еще лучше составы, чем были. Они и были всегда хорошие бренды, славятся своим кашемиром и шерстью. А сейчас просто топ. Здесь в целом очень стильное пространство. Это фишка бренда. Вот такие лаконичные, минималистичные интерьеры. Аккуратное оформление, без обилия каких-либо деталей. Кстати говоря, вот такие вот батильончики я себе заказала и жду. Они были на предзаказе. Я сейчас их вижу в первый раз вместе с вами вживую. Какие же они красивые. Скорее бы они мне пришли. Смотрите, какая красивая замша. Нежнейшая и красивая форма мыса. Он вытянутый, но квадратный. Также у Will Stories прекрасные ремни. Я вам показывала один из них или несколько, может быть, в прошлом обзоре, когда снимала. Но мы были не здесь, не в Столешниковом с вами. Очень красивый, холодный, коричневый оттенок. Такой темный-темный тауп. И также есть универсальный серо-бежевый. И вот здесь вот базовый черный, причем черный из зернистой кожи. Вот эти вот два из гладкой кожи. А здесь уже такая она зернистая. На самом деле она, конечно, более практичная в плане носки. Лучше, дольше носится, сохраняет внешний вид, меньше царапается. Но вот это очень красиво смотрится. Мне безумно нравится находиться в пространстве The Wall Stories. Здесь прям душа отдыхает. Глаза мои отдыхают. Здесь все так чисто, лаконично и красиво. И чисто я имею в виду не в буквальном смысле, а именно по цветам, по оформлению зала. Много воздуха. Вот это, по-моему, новые цвета пуховиков. Я видела такой белый. И какой-то я видела лаймовый, но у него другая модель. По-моему, была вот такой вот нежный лавандовый. По-моему, это новинка. Но для нас с вами это будет новинка в любом случае. Еще у них классные названия пуховиков. Интересно, есть ли они где-то на ярлычках. Нужно будет поискать. Они называются по именам разных регионов России. Есть очень красивое платье. Трикотажное платье-футляр. Вот в этом нежнейшем лавандовом цвете. На самом деле, идеально будет носиться потом и летом. Сейчас можно наверх надевать какие-то жакеты, либо кардиганы. А летом носить самостоятельно с нюдовыми босоножками. Кроме нового года, конечно, есть вещи на каждый день. Например, прекрасный костюм. Тепленький. Смотрите, какая интересная выбрана ткань. Не елочка, а как бы такая имитация плетения немножко у принта. Как бы таговень это делает в свои кожаные изделия. Очень красиво смотрится. И к ракету есть теплые брючки прямого кроя. Первый этаж здесь, в Толешниковом переулке. Кстати, не сказала вам, номер 13-15 отведен под женскую коллекцию. Вот этот вот джемпер мы с вами тоже мерили в предыдущем обзоре. Я вам оставлю на него ссылку внизу в инфобоксе. Можете посмотреть. Я примеряла его вместе с ярко-синими брюками. Так вот, не договорила. Первый этаж здесь под женскую коллекцию отведен. Смотрите, какая теплая куртка. А минус первый этаж под мужскую. На самом деле, многое из мужского можно носить и девушкам тоже. Вот этот пиджак очень теплый. Здесь 70% шерсти и еще 10% кашемира. Такое практически пальто. Но это не пальто все-таки. Это именно жакет, пиджак у мужского кроя прямой. Это размер S. Он такой достаточно оверсайзный будет. Отличная вещь, как инвестиция в гардероб. Потому что носить вы это сможете долгие годы. И про обувь в Туэлл Сторис я вам тоже всегда говорю, что здесь отличные базовые модели. Тоже есть вне времени и трендов, которые можно носить и носить. Главное, правильно за ней ухаживать. И у Туэлл Сторис, кстати говоря, и на их YouTube-канале, и в Телеграме постоянно они выкладывают разные полезные видео про то, как ухаживать за кашемиром, как ухаживать за обувью. Поэтому, если вдруг вы не подписаны, я рекомендую подписаться даже вот из образовательных целей, девочки. Есть и конкретно зимние модели. Если что, вот такие вот ботиночки, например, тоже в замше. И видите, они полностью с мехом. Если те ботильоны, которые я вам показала, которые я жду, они демисезонные, то вот это прям зимний вариант. И даже, учитывая, что они светлые, хотя есть вот, например, модель такая же, но потемнее, полностью набитые мехом, учитывая, что зимой все-таки слякоти не так много, хорошая подошва не должна скользить, то я думаю, что проблемы с практичностью не будет никакой. Главное, опять же, не забывай чистить, не лениться это делать, и все будет в порядке. Вот этот шоколадный пуховик меня прям покорил своим цветом. Обожаю такой оттенок горького шоколада. Я пока что про него думаю. Он теплый. Здесь наполнение 90% пух и 10% перо. И плюс у него еще для вашего тепла и практичности вот такое горлышко добавлено. Как знаете, манжеты обычно трикотажные на резинке, а здесь такое же горлышко, которое будет закрывать шею от ветра. А вот этот прекрасный коралловый костюм трикотажный мы с вами умерили также в прошлом обзоре. Если вдруг не видели, посмотрите. Очень теплый, уютный для тех, чей образ жизни предполагает такие вещи в гардеробе. Прекрасный вариант, очень освежает. Здесь, смотрите, какая уютная, вкусная палитра. Какая-то прям арахисовая паста вместе с корицей. Вот эти вот теплые жилетки. Я помню, что читала тоже в инстаграме бренда. Здесь шерсть в составе у них. Они прям теплые и снаружи, и внутри. Шикарное пальто из стопроцентного кашемира. Во всех смыслах шикарная отделка ручным стежком. Оно без подкладки, но за счет того, что здесь очень плотный слой материала, оно теплое даже без нее. А вот, кстати, девочки, для тех, кто не любит носить шапки, но при этом не хочет отморозить себе уши, прекрасная альтернатива это капоры. И я подумываю над тем, чтобы приобрести себе такой, потому что шапки шапками. Но лично у меня шапки, например, часто оставляют следы на лбу. Мне так категорически не нравится, поэтому я хочу себе капор. Сейчас ищут подходящий для меня цвет. И плюс он более щадящий для наших с вами причесок, чем шапки. Ну и, конечно, знаменитые шерстяные и кашемировые свитера от Wall Stories. Куда же мы без них? Собственно говоря, я сегодня в одном из свитеров из текущей коллекции. Я вам тоже его показывала и в своих покупках, и в обзоре предыдущем. Это свитер из кашемира с шерстью в цвете хорма. А вот такое платье с бахромой по низу. Я помню, что было в какой-то из летних, весенних коллекций у бренда. И это был такой хит. Его еще быстро раскупили. Посмотрите, какая красивая открытая спина для новогоднего путешествия куда-то в теплую страну. И потом на лето это идеально. Собственно говоря, потому что платье так полюбилось клиенткам, его повторили. И также оно есть в очень нежном розовом цвете. И есть вот такая вот мини-версия. Я пока не уверена, платье это или все-таки топ. Но, наверное, на невысокий рост можно носить и как платье. Ну что, давайте начнем примеряться. Просто посмотрите, какой сервис, пожалуйста. Живые цветы в примерочной, вода. Вас могут угостить кофе или чаем. Я просто сегодня кофе уже пила. Стараюсь не злоупотреблять этим прекрасным напитком. Ну что, смотрим с вами первый образ. И для меня это идеальный лук на каждый день. Именно под мой образ жизни, потому что я не работаю в офисе со строгим дресс-кодом. И, соответственно, мой каждый день это самые разные дела. Это походы по магазинам, это время с ребенком. Какие-то его занятия, совместные посещения. Это поход в музей, куда-то на выставку. Работа с клиентками, собственно говоря, шоппинг-сопровождение и так далее. И я вот в таком вот образе совершенно точно могу все вышеперечисленное исполнять. Расскажу подробнее, что на мне надето. Кое-что это новинка, причем новогодняя коллекция. Давайте начну с сумки, чтобы ее убрать, потому что она довольно большая и вместительная. Опять же, это коррелирует у нас с задачами такого образа. Но мне немножко она сейчас мешает просто двигаться. И это вот такой вот вместительный кожаный шоппер. Он просто вот такой вот большой сумка-мешок, в котором для вашего удобства есть дополнительная, ну, назовем это косметичкой, хотя это просто как еще одна сумочка, в которую вы можете положить самые необходимые вам вещи, которые не сильно габаритные. Допустим, паспорт, документы на машину, телефон, может быть, какую-то косметику. Чтобы не искать это все вот так вот по сумке, если здесь у вас, допустим, какие-то документы, папки, ноутбук, может быть, бутылка воды. Кто-то, я знаю, носит с собой даже сменную обувь в таких больших сумках или, наоборот, контейнеры для еды на обед. Чтобы вот среди всего этого не искать какие-то мелочи, предусмотрительно сделана дополнительная сумочка, которую вы сможете легко найти. Такой вот светлый серый цвет очень хорошо под какие-то нежные, нейтральные, светлые образы будет подходить. Отставила этого товарища в сторонку, чтобы показать вам, собственно говоря, образ. Этот кардиган это просто любовь. Это как раз новинка из новогодней коллекции, как мне сказали девочки, консультанты в магазине. Я обожаю кардиганы подобного кроя. Сейчас у нас есть два с вами направления кардиганов, которые мы носим. Это вот такие вот свободные, оверсайз, можно даже сказать, кардиганы. Я всегда вам подписываю характеристики вещи, ее стоимости, размер, которые на мне находятся в тот момент, когда я про нее говорю. Поэтому обращайте внимание на экран. Плюс ссылки на все, что я вам сегодня буду показывать, вы сможете найти в инфобоксе под видео, поэтому проверяйте. Так вот, мы носим либо вот такие свободные кардиганы прямые, которые закрывают у вас самую широкую точку бедра и хорошо будут носиться не только с джинсами, но и с плотными леггинсами. Как раз благодаря тому, что они закрывают паховую зону. Либо второй вариант, это кардиганы такие из тонкого трикотажа по фигуре. Их мы сейчас носим полностью застегнутыми, как джемперы. Здесь у нас вот такой вот пушистик в разбеленном желтом цвете, вживую оттенок теплее, чем он сейчас видится мне в экране телефона. Больше такой оттенок солнечный, не зеленовато-желтый, а оранжевато-желтый. Очень теплый, очень уютный, под этим кардиганом на мне водолазка из тончайшей 100% мереносовой шерсти в размере М. Чтобы вы понимали, что она действительно тоненькая, я расстегнула кардиган, покажу вам ее отдельно. На мне сейчас телесное белье, которое полностью совпадает с моим оттенком кожи, но чуть-чуть его все-таки из-под этой водолазки видно. Имейте это в виду, она невесомая, это прекрасный вариант как раз-таки нижнего слоя под кардиганы, под жакеты, под какие-то сарафаны и так далее. Но вниз выбираем именно телесное белье. И также на мне классные джинсы, которые я немножко спустила вниз. Они у меня сейчас сидят не на талии, а чуть-чуть пониже, получается более расслабленная посадка. Они просто прямые, не джинсы-трубы, а скорее просто такие прямые. По длине они чуть-чуть у меня спустились даже на обувь. И как раз показываю вам эти джинсы вместе с ботильонами, которые я себе заказала и жду. И как же я их теперь жду еще сильнее, потому что они просто роскошные. У них микрокаблучок. И девочке скажу, что идут они в размер. То есть я, например, ношу 39-й обычно, особенно в зимней обуви, потому что иногда надеваю теплый носочек. Но имейте в виду, что они именно по полноте скорее на узкую ногу. У меня нога, ну такая, знаете, средняя и не слишком узкая и точно не полная. И они вот прям хорошо ее так обхватили. Поскольку это натуральная кожа, как раз-таки в ширину, а ну в данном случае замша, они чуть-чуть подтянутся и будут сидеть как влитые. Но на прям полную ногу или ногу с высоким подъемом, девочки, лучше примерите. Ну либо закажите, и если не подойдут, вы всегда сможете вернуть. Зато не упустите эту модель, потому что я уверена, что их быстро очень разберут. Но в целом по комфорту я прям очень довольна. И уже жду, когда придут мои, чтобы я успела их поносить, пока не стало совсем холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрим с вами следующий образ. Я не знаю, многие ли его поймут, но мне очень нравится. Причем мне он очень нравится как вот так вот в застегнутом виде с верхней одеждой, так и без нее. Я тоже покажу. Давайте сначала расскажу про верхнюю одежду. И про сумку, конечно же, потому что она просто прекрасная. Вот эта вот малышка замшевая. Я вам тоже эту модель сумки в Troll Stories уже показывала в обзорах. Она есть как в коже, так и в замше. Как вот эта. И здесь это не черный цвет. Я думаю, вам сейчас должно быть видно. Это оттенок горького шоколада. И что интересно, сапоги у меня тоже могут казаться как будто они черные. Особенно вот издалека. Но на самом деле этот цвет тоже горького шоколада. И это видно, если вы внимательно посмотрите на то, как сочетаются по цвету подошва и сам сапог. Видно, что подошва она черная. А сапог чуть-чуть другого оттенка. На мне сейчас обалденный пуховик. Мне он так нравится. У меня уже есть красная куртка, поэтому я говорю себе стоп. Но если бы не было, я бы, наверное, приобрела вот эту. Потому что она очень удачного кроя. В меру объемная. Учтите, девочки, на мне размер, по-моему, XS. Я даже сразу решила это проверить. Да, XS, представляете? И он вот такой вот объемный. Учтите это, если вы совсем малышка. То нужно либо XXS брать, если он у этой модели есть в линейке. Но вообще в Туэлл Сторис есть вещи в размере 2XS. Либо девушкам высокого роста. Это просто прекрасная куртка. Она закрывает поясницу. Сзади чуть-чуть удлиненная по сравнению с передним краем. Классный шаг у стежки. В меру широкий. Но при этом она не становится бесформенная за счет этого широкого шага. Высокий ворот, который при желании вы можете поднять. Но я не буду это делать, чтобы не испачкать сейчас вещь тональным средством. Но в целом она может закрыть практически уши и застегнуть практически рот. Под курткой на мне рубашка. Мне очень нравится сочетание голубого с красным. Понятно, что когда вы придете в помещение, вы снимете куртку. Вы не будете ходить и демонстрировать всем это прекрасное сочетание голубого с красным. Но я вам показываю образы и вот в таком виде. То есть, когда у нас верхняя одежда присутствует и в расстегнутом виде. Поэтому мне нравится, чтобы все было для вас красиво. Но, естественно, покажу и отдельно без куртки. Это вот такая вот рубашка из хлопка. Очень свободного кроя. На мне размер XS на самом деле она очень длинная. Я ее выправлю сейчас, чтобы вы видели полноценно, как выглядит, смотрится эта модель. Я ее пока что заправила в брюки, потому что иначе по длине она у нас будет вылезать из-под пуховика. И брюки очень комфортные девочки. Кто хочет себе элегантные брюки, я вам, наверное, их отдельно еще покажу, не заправленными в сапоги, чтобы вы видели длину и ширину их тоже. Кому нужны элегантные, но при этом комфортные брюки, вот они. Во-первых, прекрасный состав. Они полностью на резинке и спереди, и сзади. Но при этом выглядят абсолютно как костюмные классические брюки. Очень приятные, достаточно тонкие, но по сезону теплая подходящая ткань. Есть карманы, есть стрелки. Универсальный серый цвет просто подо все и ко всему. Я, например, их решила заправить вот так вот в сапоги. Мне кажется, немногие поймут. Напишите, если вы это понимаете. И давайте не будем обижать этот образ, если вдруг он вам не нравится. Рубашка полностью выглядит вот так. Практически платье реально мужская рубашка по своему крови, потому что она без каких-либо выточек. И, соответственно, вот такая вот длинная, свободная. Я обожаю это. Я и летом бы ее дальше носила, надевая в расстегнутом виде поверх каких-нибудь бралетов или кроп-топов. А сейчас, осенью и зимой, вы, кстати, можете надевать ее тоже как второй слой. Но, например, поверх тонкой водолазки, как я показывала вам в предыдущем образе. И вот здесь она тоже будет сочетаться очень удачно. Вот, девочки, брюки без сапог. Вообще абсолютно полноценные брюки. Они не слишком длинные. То есть, если я встану на цыпочки, представим, что у меня здесь будет какой-нибудь каблук. Они уже будут коротковаты. Либо невысокий каблучок идеально, либо можно даже с плоским ходом, типа с какими-нибудь кроссовками на более-менее такой высокой подошве. Но брюки просто вообще роскошь. Расскажем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok И еще покажу вам вот такой вот образ. Меня здесь чуть-чуть смущает, что оттенки серого все-таки не совсем идеально в моем восприятии попадают. Но так хочется показать обе вещи. Покажу еще юбку эту в другом сочетании, поэтому ждите. Но я просто не могла не показать вам вот это. Эти кардиганы, мне кажется, в Тволлсторис уже визитная карточка. За ними охота, девочки, просто. Они появились, по-моему, первый раз то ли весной, то ли летом. В общем, уже были эти кардиганы. И они так быстро разлетелись, что люди просто просили еще и еще. И вот бренд выпустил их сейчас. По-моему, есть карамельный оттенок и есть вот такой вот серый графитовый. Он очень приятный к телу, не колется. Он сейчас у меня надет на голое тело, но не считая нижнего белья. Эти перышки, если что, отстегиваются. Если вдруг у вас вопрос, а как за ним ухаживать? Как его стирать? Легко отстегнули перья или на руках в холодной воде, или в машинке, если она у вас хорошая, современная и бережно стирает вещи на режиме шерсти или деликатная стирка, либо вообще в химчистку. И я нашла идеальную мини-юбку. На мне размер S. Она мне вот просто как влитая. Здесь чуть-чуть есть свобода, но по бедрам меньше не нужно. При том, что брюки, ну я вам подписывала на экране, вот предыдущие серые, которые я заправляла в сапоги, нам не были в размере XS, и они были абсолютно свободны. Все зависит, конечно же, у нас с вами откроя, поэтому на обозначение вот эти XS, L смотрим, да, но очень условно. Иногда они не сильно играют роль. Здесь S сидит просто идеально. И с матовыми телесными колготками можно, с очень-чень тоненькими 8-10 ден. И с черными колготками разной плотности ее можно носить. Юбка просто прекрасная. Она очень теплая, шерстяная, плотненькая. Карманов я здесь не вижу, но, в принципе, они ей не нужны. В любом случае, юбка просто огонь. И еще один образ с этой юбкой. Слушайте, мне она так нравится. Я просто понимаю, насколько она практичная. Серый цвет ко всему и подо все, с любым свитером. Даже с тем ярким, с той яркой хурмой, в которую я пришла, очень будет красиво сочетаться. Ну и плюс, как я уже сказала, самые разные колготки. Вот такие сапоги у меня такие есть. Не именно эти, хотя они просто огонь. Но у меня есть тоже аналогичные жакейские сапоги. Если не свитер, соответственно, сверху можно жакет, как я вам показываю. Какую-то водолазку или рубашку. В общем, юбка, девочки. Если вы носите мини в холодный сезон, вот сейчас еще не сильно холодно, ну и плюс потом весной сможете носить, то я бы брала. Она очень классная. Я вам ее показываю, как вы уже видите, с жакетом. Это тот жакет, который я вам показала в зале и сказала, что это покупка, инвестиция, как это принято называть в гардероб, потому что это действительно безупречный жакет, удлиненный. Я бы называла его все-таки пиджаком, а не с юбкой просто вровень. Такое ощущение, что я тут в одном жакете. Но это не так, и вы знаете. И причем на мне жакет, по-моему, в размере XS. Uno momento. Нет, жакет все-таки в S, то есть есть поменьше. А вот эта вот безрукавка, такая водолазка без рукавов, она на мне в размере XS. Это тончайшая мериносовая шерсть. Кардиган, который я вам показывала с перьями, там тоже стопроцентная мериносовая шерсть, но он существенно поплотнее. Вот эта вот водолазочка без рукавов, жилетка, она очень-очень тоненькая, комфортная, приятная. У нас тут с вами получилось несколько оттенков серого, которые между собой замечательно сочетаются и дружат. В общем, я в восторге. Я бы, наверное, оставила здесь либо голые, ну, условно, голые ноги, то есть телесные матовые колготки, либо взяла неплотные. Вот именно к этому образу, потому что будет сильно большая масса темного цвета, глухо будет смотреться, я бы взяла полупрозрачные, типа 10-15, если хотите черные колготки, 10-15 Дэн, либо телесные матовые, либо если вы хотите черные плотные колготки, может быть, на улице холодно, то тогда не настолько темное все остальное к этой юбочке добавляем, и будет здорово. У жакета вот такая приятная, немножко ворсистая фактура. Я думаю, что вам сейчас должно быть это видно, он прям тепленький, девочки. Я думаю, что ранней осенью им можно заменять куртки и легкие пальто. И также покажу поближе вам фактуру юбочки. Она уже идет в елочку, в отличие от... Помните, я вам в зале показывала костюм, у которого как будто плетение идет. Здесь уже у нас такая елочка в серых оттенках. А теперь у нас с вами будет парад платьев. И я решила начать с платья, которое не относится к новогодней коллекции, но это новинка. Именно такое мы видели с вами в лавандовом цвете в зале. Но я решила примерить черное, потому что, ну, возможно, оно сейчас будет большему количеству из вас, моих прекрасных девушек, понятно. Именно под сезон. Во-первых, черное. Не слишком маленькое. Здесь у нас, наоборот, для Намиди за колено платье. Оно вообще актуально. Круглый год. Хоть летом вы можете так отправиться в театр на свидание, на чью-то свадьбу, прийти к гости, если это допускает дресс-код, если нет ограничений по цвету. На работу в нем можно отправиться куда угодно. И зимой, конечно же, тоже. Но то лавандовое платье, оно совершенно шикарно. И для зимы, и для лета. Но вот это черное, оно просто безупречно. И на меня оно так хорошо село. Прям не знаю, что с этим делать. Что удивительно, сел размер XS. Сверху он сел просто как влитой. Я помню, в Вовсторис в летней коллекции были платья с вот такой проймой. И мне они так нравились. Я тоже их мерила, показывала вам в летних обзорах. Вот эта горловина смотрится очень интересно и нереально женственно. Просто вообще, как хочется себе теперь такое платье. Я вам его показываю с сапогами. Может быть, не самая лучшая пара. Но пока что еще новогодние босыножки не пришли. Хотя сюда, конечно, хочется либо лодочки, просто классические, закрытые. Либо, если это сапоги, то на каблучке, чтобы все-таки было более изящно. Потому что сверху у нас тут прям женственно такое платье. Сапоги чуть-чуть тяжеловато смотрятся. Либо это могут быть, конечно, какие-то уже открытые босоножки. Смотря куда, в какой сезон вы будете в нем отправляться. А в холодный сезон его прекрасно можно носить с пиджаком. Это тот пиджак, который я вам показывала сейчас с серой мини-юбкой. Он замечательно будет сочетаться и с таким платьем. Но тогда, тем более, девочке, нужно встать на каблучок. Потому что пиджак у нас удлиненный. Плюс юбка мидии. Как-то вот несколько горизонталей у нас довольно близко к земле находятся. Мы из этого будем терять в росте. Чтобы этого не случилось, добавляем обувь на каблуке. И все будет замечательно. Такой вот образ вполне себе на работу. А потом вас позвали на свидание. И вы пришли. И как сняли этот джекет. Это там такая красота. Очень нравится. А нужно ли что-то вообще говорить? Лучший твой подарочек это я. Это просто Ultimate New Year's Dress. Лучше не придумаешь, мне кажется. Безумно красивый красный бархат. Оно есть еще точно такая же модель в таком лососевом, нежном, розовом оттенке. Но девочки. Вот этот красный. Это мини-платье. Это просто вообще нет слов. Как же это красиво. Как это игриво, конечно же. Секси, но не пошло. Такая тонкая грань. Ее очень легко пересечь. Но здесь прям мне так нравится. Боже, посмотрите какой крой. Размерно мне S, к слову. И село оно просто как будто его шили на меня. И вот здесь и по бедрам. Ни меньше, ни больше мне не надо. Очень-очень красивое платье. Я опять с сапогами его показываю. Хотя тоже в этом, конечно, что-то есть. Особенно если наверх набросить черный объемный жакет. Или может быть даже темно-серый, как мы смотрели. Но хочется сюда босоножки. Будет вообще прекрасно. Такой роскошный бант. Вообще он просто идеален больше. Бархат красный. Это, конечно, все из увиделя. Какой здесь еще такой маленький пикантный вырез, который вообще никак не усложняет это платье. Вы в нем не рискуете показать что-то лишнее. Но такая интересная вот деталь. Ну чудо же! Субтитры сделал DimaTorzok А еще в новогодней коллекции есть вот такое вот бархатное платье. Тоже в длине миди. Но оно отличается от того, которое мы мерили с вами в трикотаже. Во-первых, у него другая форма. Здесь пройма американская. Она уходит к шее. А во-вторых, посмотрите, какая спинка. Тоже шикарный вариант на многие-многие праздники, вечерние выходы. Сверху можно по-прежнему добавлять жакеты, пиджаки. Ну или какой-то, может быть, красивый кардиган. Может быть, кейп. Это может быть что-то из просто костюмной шерсти. Это может быть что-нибудь с расшитой стразами или кристаллами. Вариантов много, но оно само по себе просто бесконечно красиво. Я пытаюсь показать. Это не какая-то сзади половинка. А это именно вот такая вот полосочка ткани. Мне кажется, сейчас должно быть видно, которая у вас прям по позвоночнику идет. И это так красиво и секси смотрится. Очень-очень женственно. На мне размер XS. И чуть-чуть, может быть, все-таки в бедрах он мне маловат в данном случае. Но я вот вижу, что немножечко начинает как-то присбаривать. Что ли я бы для сравнения попробовала еще S. И завершить наш сегодняшний шопинг-блог. Я хочу максимально уютным образом после всего праздника, который мы только что посмотрели. В стильных джинсах. Тех же супер-батильонах, которые мы мерили с вами в самом первом образе. В очень теплой жилеточке. С шерстяной я показывала вам светлую в зале. И свитер шерсти Кашемир. Такая же модель, как у меня. Хурма, только в цвете какао. Кофе с молоком. И все вообще вот в этих оттенках. Здесь даже моя сумка подошла просто идеально по цветам. Джинсы я выбрала сюда в черно-сером цвете. Это другая модель. Я бы себе забрала идеальный крой. Просто такие прямые сигаретки. Не скини, не мамфиты тоже. То есть они не слишком зауженные. Видите, да? Ниже колена у них есть свобода. У мамфита она тоже есть, но они более зауженные именно к самому низу. А здесь они скорее прямые. Вот так вот хорошо на обувь опускаются. Собственно говоря, обувь тоже поддерживает у нас всю вот эту палитру. Как же мне нравится. Я бы, если честно, прямо вот сейчас из магазина так ушла, не развиваясь. Но мне кажется, что номер не пройдет. Но мне так нравится. Я прям не могу перестать. Вот мне так нравится это все сочетание оттенков, господи. Покажусь еще без сумки, чтобы более свободно можно было двигаться. По размерам джинсы на мне 27 размер. Они сидят идеально. Первая модель, кстати, тоже была в 27. Просто у нее была совершенно другая посадка. Свитер в размере М. М, по-моему, я взяла. Или С, девочки. Я вам все напишу на экране. И жилеточка в размере М точно, чтобы была вот такая свободная. Если вы живете там, где не очень холодно зимой. Ну, типа в Сочи, например. Или еще где-нибудь на юге. Или вы постоянно на машине. Условно, у вас дома есть подземная парковка. И вы в офис приезжаете или куда-то. Ну, там, тот же торговый центр ездите. И вам не нужно ходить по улице в холод, в снег и так далее. То в целом можно ограничиваться теплым свитером и вот такой вот жилеткой. Кстати говоря, не показала. У нее еще здесь есть капюшон. Он съемный. То есть тоже показать вам, что его при желании можно отстегнуть. И он вот из такой баллоневой ткани. Чтобы, наверное, как раз, если что, добежать. Вдруг, если дует ветер, закрыть голову, чтобы ничего не надуло. И было практично. Но если он вам не нужен. Хотя, мне кажется, он тоже дает, во-первых, еще один оттенок вот этого шоколадного цвета. И, во-вторых, такой уют создает. Но если он вам не нужен, то его можно отстегнуть и просто носить жилеточку без него. Свитер этот я просто обожаю. Он теплый очень. Здесь 100% натуральный состав шерст с кашемиром. И при этом он мягчайший. Просто нереальный. Ну, за счет кашемира, надо полагать. Он не колется. Тоже на шиву просто на нижнее белье. И вот эти вот цвета. Ну, мне очень нравится мой хурма. Но вот от такого я бы тоже не оказалась. У меня просто есть очень похожий. Если вы смотрели мое видео о покупках, оно было перед этим на канале, то вы уже видели, какой у меня есть свитер. И хурму я тоже вам там первый раз показала. Свитера просто роскошные, конечно. Я свой пока что носила не так много, но он в идеальном состоянии. И мне очень нравится у него горло. Оно прям такое плотненькое. Оно не душит, оно не стягивает вам ничего. Но оно очень хорошо держит форму. Часто провисает вот этот вот воротник стойка. А здесь он прям то, что надо. Напишите, пожалуйста, как вам этот образ. И вообще напишите, как вам луки сегодняшнего шовинг-лога. Мне будет очень интересно почитать. Мне сложно выделить один фаворит. Но вот это точно мой фаворит. Как я уже сказала, я бы так просто сейчас вот просто полностью в этом образе ушла. Мне безумно понравилось красное бархатное платье. Мне очень понравилось черное трикотажное платье. Кстати, мне безумно понравилась серая мини-юбка. Мне понравился желтый кардиган. Ну, в общем, в каждом образе плюс-минус мне что-то, да, очень и очень понравилось. Но вот этот вот, чувствую себя немножко медвежонком в нем. Это точно мой фаворит. На этом у нас с вами, девочки, на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вы приятно провели вместе со мной время за просмотром этого шопинг-влога. У нас с вами получились и уютные образы, условно, для выходного дня или для работы без дресс-кода. И более деловые какие-то вещи я вам показала. И совершенно праздничные образы тоже. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, я буду вам признательно за пальчик вверх этому ролику. Ссылки на все-все-все я вам оставляю в инфобоксе. Проверяйте. Мы с вами увидимся совсем скоро в новых видео. На самые разные темы и моды и лайфстайл. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь. Я буду рада увидеться с вами снова. Берегите себя и до скорых встреч. Пока!